здравствуйте дорогие друзья 78 выпуск на живых новостей средств сегодня у меня на канале май 2024 года китайский бренд сививи анонсировал вот такую вот штуковину ну назовем это очередной версией того вот самого utility knife очень полезного ножа который предназначен только для того чтобы им работать и ни в коей мере не наслаждаться какими-то дополнительными радостями от подобного устройства китайский бренд в данном случае решил уйти от традиционной для подобного рода ножей схемы когда они проектируются таким образом чтобы туда можно было поставить обыкновенное так сказать лезвие строительных ножей из любого магазина здесь можно воспользоваться только теми лезвиями которые поставляются в поставке с этим ножом причем не могу не отметить ну то ли вы их всего три штуки а то ли все-таки одно смонтировано сразу на ноже и 3 поставляется дополнительным комплектом в общем не так это и важно потому что понятное дело что вот такие вот штуковины перетачивать наверное все равно никак не получится а если вы очень активно используете подобный но что наверное вот это вот штуковина от серии ну не совсем тот инструмент который вам нужен в этот раз вот такой вот строительный нож реализовали в виде ножа шейного ну то есть в общем в данном случае цепочка в комплекте на которую вы можете повесить на шею ножны в которых будет удерживаться сам нож клинок к вот этой вот петле которую здесь можно назвать рукоятью закрепляется с помощью одного винта то есть нужно просто иметь соответствующую отвертку для того чтобы перекидывать вот эти вот небольшие лезвия которые поставляются вместе с ножом ну я бы так сказал что есть конечно один интересный момент во всей этой штуковине но вот честно признаться как нож такой который используется на всякий случай он ведь годится честно говоря только для того чтобы скотч резать и бумагу может быть каких-то случаях ну где-нибудь в крайнем случае сильно помучавшись можно подрезать и картон но пожалуй больше и ничего так вот я думаю что этот нож ну как бы на самом деле является какой-то такой штукой которая непонятно в какой нише может нормально продаваться я почему так говорю мне кажется что за взятого нажима на такая штуковина удовлетворять не может ну вот разве что в качестве еще одной единицы чего-нибудь режущего который будет 3 или даже может быть 4 шейные ножи как таковые но это тоже ниша такая довольно таки узкая несмотря на то что да в определенных условиях очень многие люди используют те или иные ножи с фиксированным клинком с шеей но тем не менее при постоянном ношении обычно вот когда такой способ является единственным то люди его как-то не особенно люди даже те люди которые обладают достаточно большим опытом в постоянном ношении и использовании тех или иных ножей бытового назначения но теперь скажу про интересную особенность вот этой вот штуковины она весит по заявлению производителя всего 4 грамма правда там однозначно обозначено что это сам нож весит 4 грамма все остальное вот цепочка там ножны к нему ну наверное дают еще я думаю грамм 10-15 веса в общем короче говоря в коробке в которой это все поставляется вся эта штука весит немножко более 40 грамм ну в общем короче признаюсь честно что для меня вот этого штуковина никакого особенного интереса не вызывает сколько бы она не стоила но впрочем она наверно сравнительно недорогая и на клинке там 6 chrome 13 в общем кого-то наверное это может греть так что та узкая категория любителей подобных штуковин которая вообще в природе существует может порадоваться бренд си виви о них тоже не забыл партнер 78 выпуска ножевых новостей срез сеть ножевых магазинов мессер мессер ножи и аксессуары физические магазины в москве и санкт-петербурге для всех остальных огромный интернет магазин ну и конечно же есть youtube канал который веду тоже я обзоры ножей последнее время там их стало опять побольше я щас немножко покажу новость по этому поводу аналитика ну и кроме того понятное дело наши уже теперь ставшие знаменитыми тесты в общем приходите подписывайтесь если вы еще на том канале не бывали обязательно будет интересно ссылка в описании личная ножевая новость у меня такая я тут на уходящей неделе отснял обзор ножа бренда cgrb который выпускается теперь со штифтовым замком насколько мне известно это первый их нож называется он cgrb hector вот такая вот штуковина не знаю честно говоря у меня автофокус стал плохо ловить вот такие вот мои выходы камере но в общем вот такой вот нож и знаете я здесь наверное как-то особо впечатлениями делиться не буду но скажу о том что здесь не все так гладко как могло бы быть как я лично ожидал по крайней мере от бренда artisan cutlery ну или cgrb под которым выпущен этот конкретный нож но тем не менее поделиться было чем так что там самое ближайшее время будет и обзор и наверное в скором времени я уже буду и тест этого ножа снимать до основного blade show в американской атланте осталось меньше месяца и это прямо скажем стало заметно по ассортименту ведущих производителей как ножевой продукции так и того что находится недалеко от нее вот и например американская компания work sharp которая известна своими самыми разнообразными заточными системами в этом году выпустила новую версию своей электрической точилки в так называемой версии ken onion edition mk2 вот так это называется очень многие российские ножема на электрические точилки в целом не любят ну или вот допустим так как я считают что они приспособлены только для выполнения довольно узкого круга задач то есть популярная у нас прецессионные точилки они конечно спектр задач выполняют гораздо более широкий но тем не менее вот это вот конкретная предыдущая первая точилка от американской компании work sharp и дизайнера кена о не она считалась ну таким достаточно приемлемым скажем так изделием вот в этой области потому что с ее помощью можно было точить ну практически любые ножи и делать это достаточно эффективно насколько это вообще можно делать с помощью электрической точилки и вот именно этот легендарный продукт который по моему существует чуть ли не все время сколько я ножами увлекаюсь получил свой такой второй апгрейд ну как бы некую вторую версию точилки она на самом деле радикально по своим возможностям не изменилась но некоторые элементы все-таки были заменены я как человек который первую точилку честно признаться живьем видел только один раз в жизни и работать на ней удовольствие не имел скажу то что написано в новости во первых некоторым образом изменились элементы управления точилки должно стать удобнее насколько понимаю там как-то стало можно и быстро выключить точилку если что и поставить ее ну скажем так на удержание потому что раньше как бы это достаточно сложно происходило с помощью кнопки которая была под рукоятью и вот какие-то прочие еще такие элементы люди которые той точилкой пользовались я думаю что подобное нововведение скорее всего оценят понятное дело что точилка еще и была определенным образом перекомпонована если посмотреть на нее внимательно в сравнении с первой точилка то можно увидеть что ну она как бы несколько не такая как была раньше но я здесь наверное не буду вдаваться в подробности потому что как говорил один известный советский юморист очень трудно спорить о вкусе омаров с теми кто их ел здесь я замечу что появление вот этой вот точилки перед самым большим блэйд-шоу в америке которая проводится каждый год намекает на то что компания work sharp настроилась опять получить приз за лучший ножевой аксессуар года наш блэйд-шоу в атланте потому что в прошлый раз у них это получилось ну скажем так с гораздо более спорным точильным устройством а вот это вот штуковина насколько я понимаю она признана не только соединенных штатах америки а даже наверное и в россии можно сказать что многие ну по крайней мере вот эту вот электрическую точилку считают чуть ли не лучшим что может вообще в принципе быть для заточки ножа в бытовых и полупрофессиональных условиях на электричестве поэтому чего уж будем надеяться что до нас эти точилки доберутся продукция компании work sharp с нашего рынка совершенно явно не исчезла если доберется когда-нибудь до меня обещаюсь отчитаться насколько мне все это дело нравится потому что именно такой точилки от work sharp у меня в обзоре никогда не был я очень много чего другого снимал но вот такое нет но будем надеяться что появление обновления вот этой вот точилки даст мне возможность приобщиться к этому прекрасному божественному миру электрических точилок дизайнером которых якобы хотя бы немножечко является ken onion американская компания спадерка тем временем тоже выполняет обещания которые они представили в своем каталоге на 2024 год ну выполняет их пока не все выполняет помаленьку но совершенно очевидно что блэйд шоу там новинки что называется подъедут я здесь оставлю ссылку на их современный раздел каталога где у них написано new потому что там у них находится и те ножи которые совсем недавно появились на полках ну на полках не знаю или на сайтах если хотите некоторых магазинов так и те ножи которые будут там самом скором времени обратил внимание на самом деле на одну новинку состоящую но по-своему из двух дело просто в том что спадерка в данном случае уже выпустила вот такой вот нож который называется спадерка манникс 2 это обновление достаточно старой модели в котором сделали ну вот такую характерную микарту на рукояти а самое главное что здесь получился клинок из стали крувир меня лично спадерка манникс всегда интересовал только в его лайтвейт версии о которой мы поговорим немножечко дальше а вот такой вот манникс я честно признаться всегда как-то несколько не воспринимал это на самом деле такой большой мощный тяжелый нож но как раз именно поэтому сталь крувир на клинке вот такого ножа выглядит вполне логично я насколько себе представляю появившаяся несколько лет назад на ржевом на ножевом рынке крувир ну как бы что ли не взлетела то есть да в принципе она делает все то что было заявлено но вот количество людей которым надо чтобы она это делала то есть ее вот эти вот всякие сверхпрочные возможности за ту цену которую за клинки таких ножей просят ну как бы что ли наверное оказалось слишком маленьким люди как бы не бегут особенно это покупать но впрочем насколько я понял вот такая вот версия видимо потому и будет выпускаться каким-то ограниченным тиражом то есть те кому она нужна скорее всего найдут деньги и купят но а те кому она не очень-то и хотелось будут просто значит компания спадерка свои обещания выполняет мсрп так называемая на этот нож составляет 299 американских долларов и так как серия ограничена я не могу быть уверен в том что вы когда-нибудь сможете купить подобные ножи значительно дешевле но впрочем я думаю что компания спадерка вот тех или иных своих ножей со сталью крувир сделает еще достаточное количество так что если вам вот это дороговато ну можно подождать наверное какая-нибудь модель появится с более гуманной ценой следующее обещание компании спадерка связано с этим же ножом заключалось в том что в течение ближайших нескольких лет производитель обещал выпустить самые популярные модели в своей серии sold его собственно говоря с манниксом как раз lightweight версии это и случилось вот показываю вот он манникс желтой рукоятью как это на серии sold обычно принято и клинком из стали магнокат потому что может быть кто-то об этом не знает но помимо своих замечательных режущих свойств возможности колить на довольно высокие твердости и всего вот это вот сталь магнокат обладает еще и такой нержавучестью что ну даже вот любимая мною в свое время n680 по всей видимости по этому показателю тоже может ей позавидовать во всем виноват насколько я понимаю азот который в составе этой стали есть то есть она не ржавеет но вот почти настолько как некоторые конструкционные стали а при этом может иметь весьма весьма значительную твердость что делают ее просто золотым дном для ножей вот такого рода предназначенных для использования на соленой воде вот такие манникс и lightweight версии мне всегда конечно же нравились тут в данном случае вот такая же пластиковая рукоятка как на обычном манникс и lightweight весит нож ну в общем ничтожно мало в технических характеристиках покажу сколько он весит на самом деле в общем нож действительно такой легкий еще и тут вот этот вот самый замок был berin lock про который я узнал на этом ножи и что-то сейчас припомнить не могу держали я когда-нибудь другие ножи компании с этим замком потому что я точно знаю чтобы на каких-то ножах этот замок еще точно был но вот именно на манниксе он наверно получил свое такое максимальное распространение потому что по моему поправьте мне если ошибаюсь он именно для этого ножа изначально был придуман и это главное наверное фишка манникса вот этот вот самый замок ну тут еще и в сочетании с низкой массой да и клинком из стали магнокат ну понятное дело что меня нож порадовал спадерка манникс lightweight 2 вообще как бы долгое время был одним из очень редких ножей компании спадерка который был в коллекции лично у меня недавно подарил ну вы знаете вот как бы ну скажем так но все-таки вот не мое вот все вот эти вот рукояти и вот эти вот огромные размеры в кармане но как-то постоянно пользоваться не буду неприятным моментом ноже конечно же является цена ну тут скажем прямо что с одной стороны у спадерка и собственный маркетинг с ценами периодически на мой по крайней мере взгляд бывает что чудит а тут еще он находится вот в этой вот конве когда ножи с клинками из стали магнокат нельзя вот просто нельзя выпускать с рекомендованной розничной ценой ниже чем 200 американских долларов вот это нож на выходе стоит 232 по крайней мере вот так заявлено ну да вполне возможно что как бы цену потом немножечко подопустят потому что все таки ножи серии salt но они всегда были довольно таки недорогими несмотря на то что там использовались в общем-то достаточно экзотические стали и все это требовало определенной термообработки ну и вообще такого серьезного подхода к изготовлению ножей которые предназначены для использования в частности на соленой воде но тем не менее все таки они вот всегда были такими ножами ну более или менее доступными то есть вот таких вот цен я чё там особенно припомнить не могу хотя конечно наверняка уже что-нибудь подобное было но тем не менее я вот как-то хотел надеяться что спадерка под лозунгом того что это ножи немного подешевле даже с клинками из стали магнокат будет их делать ценой ну что-нибудь долларов за 150 за 180 приблизительно вот так но нет к сожалению нет о новых ножах другого крупного американского производителя компании керша похоже придется в ближайшем месяц разговаривать чуть ли не в каждом выпуске потому что керша производитель по-настоящему большой и они в преддверии но шоу в атланте постоянно каждую неделю по нескольку новых ножей добавляют свой каталог и чаще всего это те или иные лимитированные версии которые как бы призваны подогреть интерес к стенду компании потому что вот все вот это скорее всего на блэд шоу тоже будет продаваться а может быть непосредственно блэд шоу будет продаваться и что-нибудь такое чего в каталоге пока еще попросту нет первая и крайне забористая новинка для коллекционеров это очередная версия ножа керша лик ну вот понятное дело что набегут некоторые люди которые скажут ну блин ли это ну сколько можно то его по-разному обыгрывать и да по-своему друзьям и вы будете правы я вообще так скажу что керша лик лично для меня ну какой-то такой ножки на они она который мне не особенно нравится хотя такое бывает довольно таки редко но тем не менее у меня может быть какое-то свое мнение а вот популярность этого ножа в соединенных штатах америки доказывает что компания керша не напрасно не теряет его в своей линейке и вот появилась вот такая вот интересного цвета шоколадно-минтовая как-то так это называется версия этого ножа все что вы здесь видите на рукояти на клинке вот это вот цветное шоколадно-минтовая это все материал сирокот то есть им у нас покрыт и клинок и алюминиевые накладки на рукояти этого ножа а сам клинок в данном случае сделан из стали магноката есть один интересный момент интересный момент связан с тем что в данном случае производитель заявляет твердость клинка этого ножа на уровне 62 64 единицы по шкале роквелла и это на самом деле далеко сильно не всегда так потому что компания керша которую некоторые ну скажем так подвергают определенному астракизму за то что она ну как бы не докаливает клинки стали магнокат в большинстве случаев заявляет что твердость на которую они калят эти клинки это 59 61 единица по шкале роквелла уж не знаю благодаря какому технологическому процессу они подобные заявления делают но судя по некоторым экспериментам коллег как наших так и американских они действительно калят вот на какую-то такую твердость ну как бы то есть не полностью раскрывает потенциал этой стали ну а вот тут вот на ноже твердость указана другая если потом эксперимент подтвердят что она такая и была но по всей видимости керша решили так осторожненько начать с вот таких вот ножей которые ну скажем так вряд ли будут пытаться которыми поднимать что-нибудь тяжелое делать проще какие-нибудь такие непонятные версии вещи потому что лик это все-таки тот нож ну которым явно больше принято резать чем делать что-нибудь другое если ли как мне лично кажется это такой нож несколько не для всех то вторым ножом на который я обратил внимание в обновлениях каталога компании керша стала оригинальная версия ножа керша хейст и вот это вот нож который рассчитан на гораздо более широкую аудиторию хейст один из четырех первых появившихся в прошлом году ножей компании керша которая обладает собственным штифтовым замком компании который у керша называется дуралок ну в общем это версия того же самого axis лока которую честно признаться от оригинального замка вообще практически никак не отличить понятное дело что флагманом это импровизированной серии стал свое время иридиум но вот в данном случае следующий из нее нож керша хейст тоже удостоился некой такой отдельной версии тут правда интересен тот факт что все лимитки иридиума которые сделаны из материалов побогаче они выпускаются соединенных штатах америки а вот это вот версия ножа керша хейст данном случае тоже имеет материалы ну скажем так поинтереснее чем они были на оригинальных китайских версиях этого ножа но все-таки это ножи которые тоже сделаны в китайской народной республике и так во первых вместо пластиковых накладок на рукояти любителей этого ножа наградили накладками из стеклотекстолита gt ну на мой вот личный взгляд не бог весь на самом деле какой такой подъем качества но тем не менее вот пока что таких ножей до этого не выпускали мне почему-то предполагается что было бы нормально как вот делают сейчас современные китайские производители сразу делать накладки из стеклотекстолита и из какого-нибудь пластика немножко там разделить эти ножи по цене и продавать и все сразу в кучу но керша вот так вот на самом деле получается подождали где-то год для того чтобы совершить такое действие ну и клинок клинки всех этих ножей первоначально делались из китайской стали d2 ну собственно говоря вполне очевидно в керша умеют с ней работать умеют правильному китайцев ее заказать я все четыре те ножа тестировал свое время никаких претензий к клинкам не имею а тут в данном случае за довольно небольшое в конечном итоге повышение цены вам поставили клинок из стали с 35 вен которая как бы ну с точки зрения китайских некоторых производителей является стали у которой снабжают ножи даже но такого премиум сегмента то есть вполне можно найти что-нибудь и так долларов за 300 с клинком из этой стали а тут цена конечно совсем другая но при этом и модель такая ну что ли более бюджетная по своему изначальному происхождению с ценой тут тоже довольно интересно на сайте керша есть вот эта вот манера сначала ставить некую базовую цену потом ее зачеркивать и писать почем нож теперь продается и вот тут разница между двумя этими цифрами она какая-то просто зашкаливающая потому что изначально вот этот нож стоит по 249 американских долларов ну что как мне лично кажется даже для этих материалов является совершенно несусветной ценой но за столько его никто не продает потому что на сайте производителя на данный момент этот нож стоит 99 долларов 99 центов также кстати как и предыдущий у того эта разница еще более глобальная потому что что-то там такое было написано чуть ли не 299 долларов изначальная цена но по 100 долларов можно купить прямо сейчас ну вот так вот честно говоря посмотрев на эти ножи сказал бы что да если бы мы разговаривали о тех несусветных ценах которые там стоят зачеркнутыми я бы сейчас очень много чего нехорошего стоял но я знаю что у компании керша эти цены ну скажем так это некий такой чистый марк маркетинг в основном а по 100 долларов ну вы знаете наверно и тот и другой нож этих денег за свои материалы за свое качество исполнения вполне будет стоить при этом надо заметить что я бы вот наверное конечно них себе бы не купил а вот керша хейст в подобных материалах за такие деньги ну вообще на самом деле изделие вполне интересно будем надеяться что до нас чего-нибудь такое доедет хотя бы в руках удастся поддержать потому что ну скажем так оригинальный хейст вот в моих ощущениях он именно по материалам был простого то есть это очень хороший нож но если вам нужно что такое максимально утилитарное вот тут уже можно надеяться что изготовлено будет поинтереснее вы знаете ну вот как обычно я радуюсь вот такому именно маркетингу компании кеша посмотрите что делает спайдерка со своим маркетингом и что делает керша и вы знаете я вижу тут некоторую да что некоторую довольно значительную разницу 78 выпуск на живых новостей средств подошел к концу на сегодня все надеюсь что вам то было интересно большое спасибо за просмотр пока